Друзья, я очень редко выхожу в эфире в последнее время на русском, потому что говорят, что я разжигаю ненависть русским на русском. Ну, я сегодня вот хотел бы по-другому, чтобы русские получили удовлетворение, чтобы они порадовались. Ну вот, получили за Бендеру, да, радуйтесь. Это ваша работа. Ну, вы продемонстрировали всему миру то, что хотели. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Мы будем стремиться к демилитаризации и деноцификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. Хорошая работа. Деноцификация. Вы знаете, сколько людей вложили сюда денег? Это семья какая-то. Я много раз здесь рядом бывал, это такой небольшой отель был, частный. Люди всю жизнь складывали деньги, копили, чтобы это открыть. Зарабатывали деньги. Ничего не осталось. Я только что проехал через Ирпень. Разрушено все там. Мосты, машины. Сколько нужно денег, чтобы купить машину? Люди же складывали на это всю жизнь. Так безжалостно. Все разрушить. И самое страшное, что русская православная церковь это благословили. Нас упрекали за ЛГБТ. Да, мы никогда это не одобряли. Мы протестовали против этого. Но то, что русские солдаты православные на глазах у матери насилуют детей, а потом убивают. Это можно сравнить с этим или нет? Как вы думаете? Православные. Вы говорите, что мы не все такие. Но если вас только 5% хороших, тогда оставляйте вот это прогнившее православие. Бегите оттуда. Это не христианство, это демонизм. Извините меня за такое сравнение, но я не вижу там абсолютно ничего божественного. Как мы сможем объяснить людям, которые так сильно пострадали, что это как-то связано с Богом? Вы думаете об этом или нет? Я понимаю, что меня сейчас осудят. Нужно любить ближних. Конечно. Если тебя ударят в одну щеку, то поставь другую. Вы имеете сравнение хотя бы или здравый смысл? Сейчас вот глядя на все это, нет проблем. Когда тебя ударят в одну щеку, поставить другую и 10 раз так сделать. Но если на твоих глазах расстреляют семью, а тебя оставят одного, если разрушат все просто принципиально, показательно, чтобы продемонстрировать всему миру нашу силу, вы это сравниваете? Библия это по-другому называет. Библия называет это кощунством. Русские, вы хотели, чтобы вас боялся весь мир. Да, вы добились своего. Но знаете, если собака злая, то ее закрывают в клетку. И никто не хочет с ней иметь дела. Вот это вас ждет. Да, вас будут бояться, но с вами никто не захочет абсолютно не иметь дела. Вы опозорились на весь мир. Вот что вы продемонстрировали. Бог вам судья. А теперь думайте, разжигаю я ненависть? Или ее разжигает кто-то другой? Подумайте над этим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok